Молодежь за дружбу, открытое сотрудничество и толерантность. В центре Прииртышья в эти минуты начинает работу пятый молодежный этнокультурный форум приграничного сотрудничества. Представители поколения Next из разных стран собрались в Павлодаре, чтобы обсудить новые перспективы и горизонты сотрудничества. Юбилейный форум организаторы посвятили году Ассамблеи народа Казахстана. И сейчас из Павлодара на прямой связи с нами мой коллега Салуат Тимирбулатулы. Добрый день. Расскажите подробнее о программе форума. Спасибо, коллеги. Доброе утро. Начну с того, что международная молодежная диалоговая площадка Берлик Единства КЗ, она традиционно проводится ежегодно, но юбилейный форум побил все рекорды как по количеству участников, так и по географии представленных делегацией. Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения, Польша, Германия, Южная Корея. Всего около 200 участников. Здесь собралась самая активная и талантливая молодежь. Программа форума очень насыщенная. Сегодня рано с утра ребята возложили цветы к обелиску славы. Больше всего из Павлодарского приоритыша по последним уточненным данным на фронт ушли свыше 46 тысяч человек. Из них больше половины не вернулись. Ребята почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем они приняли участие в пешем шествии. Акция, посвященная году Ассамблеи Казахстана, так и назвали «Берлек Жоле». Колонна прошла от вечного огня до Дома дружбы. Возглавила ее конница. Это семь наездников, ребята в национальных костюмах, семи стран, участников нынешнего форума. Уже здесь у Дома дружбы всех гостей, всех делегатов встретили активисты молодежных центров этнокультурных объединений области. Всего в Павлодарском приоритыше активно работает 23 этнокультурных объединения. И при каждом из них есть свой молодежный центр. Рядом со мной сейчас находится эксперт департамента по молодежной политике Министерства образования и науки Республики Казахстан Динара Бабиева. Динара, еще раз доброе утро. Скажите, пожалуйста, чем живет сейчас молодежная среда в Казахстане и насколько важно проведение подобного рода форумов? Здравствуйте. В настоящее время в Казахстане более 4 миллионов молодежи и, конечно, государство оказывает всяческую поддержку по основным проблемным вопросам. Это трудоустройство и занятость, также жилье. И государство проводит много ряд молодежных государственных программ, такие как дипломы в село, молодежный кадровый резерв, доступное жилье 2020. Как вы знаете, 2015 год, год празднования больших юбилейных дат, и вот данный форум проводится как раз-таки в рамках празднования Ассамблей народа Казахстана. Очень важно, что на юбилейном форуме присутствует молодежь не только приграничных государств, но также и странов дальнего зарубежья. Самой главной целью сегодняшнего форума является, конечно же, международное сотрудничество, чтобы наша молодежь могла показать себя на высоком уровне не только в нашей республике, но также и среди стран нашего СНГ. Каких конкретных результатов ждет у тебя сегодняшнего форума? Сегодняшний форум покажет, как в рамках международного сотрудничества наша молодежь может проводить другие всякие мероприятия, как говорит глава государства в нашей национальной идее Мянгеликьель, чтобы молодежь была воспитана в рамках высокого патриотизма и также культуры и образованности. Спасибо вам большое, Динара. А мы продолжаем. Молодежный форум Берлик Единства Кезет, как уже отмечалось, проводится в рамках празднования года Ассамблеи народа Казахстана. Поэтому тема всех докладов и выступлений посвящена вопросам толерантности, духовного развития молодежи, патриотического воспитания. Впереди еще пленарные заседания и подписание соглашений между молодежными центрами различных стран. Мы следим за работой форума и, конечно, в ближайшее время сообщим о подробности, как дальше проходит его работа. Спасибо за информацию. Напомню, в Павлодаре сегодня начинает работу пятый молодежный этнокультурный форум приграничного сотрудничества. На прямой связи с нами был Салуат Тимирбулатова.